Здравствуйте! В эфире национального телевидения программа по существу. За последние пять лет в Чувашии увеличилась армия поклонников здорового образа жизни. По статистике, каждый третий житель республики систематически занимается физкультурой и спортом. Ежегодно во вторую субботу августа отмечается Всероссийский день физкультурника. Также в этом году исполнилось 90 лет со дня образования физкультурно-спортивной отрасли. Подробнее об этом и о том, что еще спортивного интересного нас ждет в ближайшее время, мы беседуем с министром по физической культуре, спорту и туризму Сергеем Мельниковым. Сергей Владимирович, 90 лет Вашему ведомству. Невозможно проанализировать, конечно, весь период, но какие-то принципиально важные изменения произошли? Безусловно, за 90 лет, если бы ничего не произошло, то тогда, наверное, и грошится на нашей работе. Произошли огромные изменения. В общих чертах могу сказать, что в то время, когда создавался орган государственной власти в сфере физической культуры и спорта в 2023 году, тогда в части даже материально-технической базы это было несколько самодельных, можно сказать, сделанных руками энтузиастов спортивных площадок, стадионов, футбольных полей. Именно название и статус министерства в нашей республике орган государственной власти получил один из первых. Это произошло в 1994 году, и после нас этим путем пошли уже многие субъекты. И, конечно же, здесь мы лидеры, и на тот момент то, что руководство республики тоже поддержало эту идею, и именно ввело руководителя спорта в состав правительства, это дало очень огромный эффект. Спортсмены из Чувашии регулярно участвуют в различных соревнованиях. И надо отметить, достаточно успешно. Но, как говорится, всегда хочется большего. Полностью ли используется потенциал наших спортсменов и тренеров? На кого возлагаете надежды? Взять хотя бы чемпионат мира по легкой атлетике, который сейчас проходит в Москве? Кропотливо мы из года в год увеличиваем и количество членов сборных, и, что самое важное, на мой взгляд, количество видов спорта, в которых наши спортсмены становятся конкурентными. На сегодняшний день около 150 спортсменов входят в национальные сборные по различным видам спорта. Чемпионат мира по легкой атлетике является в рейтинге международных спортивных мероприятий. Он входит в тройку топовых спортивных мероприятий после Олимпийских игр и чемпионата мира по футболу. У нас выступают в составе сборной команды шесть спортсменов. Три марафонки – это Алифтина Бектимирова, Альбина Майорова и Татьяна Ариасова. Это скороходка Веры Соколова, это Кристина Савицкая в Семиборе и Лена Наговицына в беге на 5000 метров. С 22 по 27 августа в Чебоксарах впервые пройдет чемпионат Европы по парашютному спорту. Как идет подготовка и что интересного ждет горожан? Я хотел бы уточнить, что пройдет два мероприятия – чемпионат Европы, как вы уже сказали, и Кубок мира. Поэтому состав участников у нас не только европейские команды, но и команды со всего мира. В частности, китайская, самая многочисленная команда. Это новое для нас мероприятие, именно международного уровня. Да, мы проводили несколько раз, имеем опыт проведения российских соревнований по парашютному спорту. Но вот именно международного уровня – это впервые. Это очень сложные с точки зрения организации по техническим возможностям. Что касается самих соревнований, то это, поверьте мне, очень красивый, зрелищный вид спорта. И наблюдать то, как порядку пола, как спортсмены управляют куполами, как они точно приземляются – это я советую посмотреть каждому. Уход бесплатный, свободный. Кроме этого, мы предусмотрели, будут организованы бесплатные автобусы до места проведения. От стадиона Олимпийского до места проведения в 13-16 часов будут выезжать автобусы. Также бесплатно количество участников, как говорят, в Международной Федерации рекордное. Почему-то, говорят, к вам очень много желающих приехать, порядка 200 человек. Обычно в пределах 100 год бывает на таких соревнованиях. Это имидж не только города, это имидж республики, имидж страны. Физкультура и спорт активно развиваются в нашей республике. Это и спортивные комплексы с бассейнами, и опыт проведения соревнований международного уровня. Сергей Владимирович, какие стратегически важные мероприятия впереди, и какие есть проблемные моменты, с чем трудно справиться? На первом плане у нас сейчас подготовка к командному чемпионату Европы 2015 года. В связи с этим уже ведется активная работа, в том числе и с федеральным министерством. На сегодняшний день до конца еще окончательно не решен вопрос именно по трафику спортсменов иностранных из Европы в Чебоксары. Это был, если вы знаете, один из самых серьезных вопросов, который был, играл против нас, так как нет постоянного международного сообщения между, авиационного имеется в виду, между Чувашей и Европой. Но я уверен, это все решаемо. Параллельно мы уже начали заявочную кампанию на проведение Кубка мира по спортивной ходьбе в 2016 году. Я думаю, что это все во благо республики, потому что каждый международный старт, даже и российские соревнования, они выводят город, республику на новый уровень. Во всех отношениях это и благоустройство, и транспортная инфраструктура. На сегодняшний день для меня большая проблема для нас, для нашей отрасли, я в целом не в части соревнований проведения или каких-то узких направлений, а в целом для отрасли это на сегодняшний день, к сожалению, кадровая проблема. К сожалению, мы в силу того, что была недостаточно высокая, мягко говоря, зарплата у тренеров, у организаторов с культурно-спортивной работой, часть специалистов просто ушли из отрасли. В то же время молодые специалисты, прежде всего, по тем причинам, которые назвал низкая заработная плата, просто не приходили. Это продолжалось довольно длительное время, начиная с 90-х годов, конечно, и сейчас мы пожинаем плоды. В части зарплаты произошел прорыв благодаря указам президента страны. На сегодняшний день реально зарплата тренеров увеличилась в два раза практически. Это в период где-то в течение года. Она достойная сейчас стала, и мы, конечно, вправе ожидать, что люди все-таки будут возвращаться. Мы активно работаем, ищем специалистов. Спасибо, Сергей Владимирович. Сегодня мы беседовали с министром по физической культуре, спорту и туризму Сергеем Владимировичем Мельниковым. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин